Добрый вечер! А это племянник. А это легендарный менеджер Билл Кейтон, первый менеджер Тайсона. Он ведет Томми Моррисона. Многие отговаривали меня от бокса. Сами мои друзья не проще побоксировать, но чтобы было безопасно. Итак, мы вспоминаем путь Томми Моррисона, потому что именно сегодня вы увидите, как этот путь закончился. Мне все равно, племянник ли я великого дяди или нет. Мне главное выигрывать. У него замечательный природный дар, которым владели многие великие прирожденные боксеры. Я не хочу сравнивать ни с кем, но хочу напомнить. Все, почти все великие бойцы прошлого владели этим даром. Потрясающим левым боковым ударом. Вспомним Джека Дэмпси или Фрейзера. Все они владели этим убийственным ударом. Вот Джек Дэмпси, Томми Моррисон. Фрейзер. Томми Моррисон. И снова Джек Дэмпси. И опять Моррисон. Сокрушительный левый крюк стал фирменной маркой. Тяжеловес от Томми Моррисон. Это бой против Хэрри Террелла. Томми только начинал свой путь как профессионал. В начале он не блистал. Не был образцом техники и тактического мышления. Он был очень мощный парень с сильным ударом и очень агрессивный. И это нравилось публике. Многие думали, что именно такие бойцы, как Томми Моррисон, способны положить конец господству черных боксеров на ринг. И снова левый крюк. Все тот же самый левый крюк, который принес 17 побед Томми Моррисону без единого поражения. Пока идет эта схватка, хочу напомнить, что именно Томми Моррисон положил конец карьере советского, бывшего советского боксера Юрия Ваулина, который приехал в Соединенные Штаты и стал профессионалом. Он буквально сломал Ваулина в бою. Ну, как видите, Томми Моррисон доказывает, что и правое у него тоже ничего. Когда мы первый раз познакомили вас с Томми Моррисоном, мы предполагали, что он будет чемпионом мира. Но случилось кое-что другое, которое подстерегало Томми Моррисона на его пути наверх. Кинопродюсеры услышали о Томми Моррисоне, и один из них решил, что раз он племянник великого Джона Уэйна, то актерский дар должен быть у него в крови. И Томми предложили роль в фильме «Рокки 5» с Сильвестром Сталлоном. Сперва я растерялся, но потом это оказалось очень приятным делом. Я ведь помню Сталлоне с 11-летнего возраста, развешивал его в постеры по стенам в моей комнате. Вот так Томми Моррисон вместе с Сильвестром Сталлоне оказались в родном городе мифического героя фильмов о «Рокке», «Рокке Бальбоа». Это оказалось легче, чем я думал. Я ведь играл в самого себя. Но и ринг он не оставлял в это же время. Ну и удар. «Рокке Бальбоа» Для Томми Моррисона это оказалось легко еще и потому, что он знал этот мир изнутри. И каждый персонаж этого фильма имел своего реального прототипа. «Рокке Бальбоа» «Рокке Бальбоа» «Рокке Бальбоа» Мне понравилось сниматься, и я бы с удовольствием снялся еще раз. Но все-таки бокс – это мое основное занятие, ведь без бокса я бы вообще туда бы не попал. И Томми Моррисон продолжал подниматься по лестнице успеха. Однако никто не сомневался, что в конце этого пути, на самом верху, Томми Моррисона будет поджидать, скорее всего, Майк Тайсон. Очень многие в боксерском мире ждали этого боя, но ему так и не суждено было состояться. И вы знаете почему. Майк Тайсон в те времена здорово оторвался от Томми Моррисона, а потом попал в тюрьму. И Томми Моррисона ждал срыв на пути наверх. Он проиграл тяжелым нокаутом безжалостному Рэю Мерсеру. И потом выиграл у самого Джорджа Формана. Но самое главное испытание его ждало спустя много лет. Итак, три года спустя после описываемых событий в Конвеншн Холле в Атлантик Сити большое событие, большой вечер. Сегодня бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Ленокс Льюис выйдет на ринг в бою против Томми Морриса. В Конвеншн Холл битком набит тысячи американцев съехались не только из штата Нью-Джерси и из Нью-Йорка, но и со всей Америки. Тут и представители родного штата Томми Моррисона Оклахомы. А также буйные болельщики из Великобритании. Однако им приходится вести себя потише здесь. Полно знаменитостей в зале. Видите, Стивен Сигал. Где-то здесь в толпе заметили и самого Дональда Трампа, хозяина здешних мест. Именно мультимиллионер Дональд Трамп понастроил отели, в каждом из которых была боксерская арена. Но сейчас бой будет проходить в зале, который Дональду Трампу не принадлежит. Итак, Льюис тридцать лет, Моррисон двадцать шесть. Льюис сто девяносто шесть сантиметров роста, Моррисон сто восемьдесят восемь. Льюис сто двенадцать килограммов, Моррисон сто два. Ленокс Льюис. Боксер, который уже был чемпионом мира. Который встанет позже им снова. Который снова потеряет титул и снова его вернет. Боксер, о котором ходили легенды об одном из сильнейших бойцов мира, способного выиграть у самого Тайсона. Судьба их ни разу не свела. И каков Ленокс Льюис в бою, вы его уже видели. Этот скандальный бой против Оливера Маккола. Напоминаю тем, кто забыл. Ленокс Льюис. Золотой медалист в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Сеуле. Побил самого Ридика Боу. Ленокс Льюис. Не очень одобрительно его встречают в Соединенных Штатах. Хотя все осознают, что Ленокс Льюис реальная угроза. В любом тяжеловесе у Штата. А это, вы знаете, Томми Моррисон. Тот самый симпатичный атлетичный блондин, который вы видели совсем недавно. Моложе Ленокса Льюиса на 4 года. И, на мой взгляд, выглядит лет 10 постарше. Причина. Могу поделиться с вами. Билл Кейтон. С которым я много раз разговаривал по поводу Томми Моррисона. Его боксер. Был очень недоволен стилем жизни Томми Моррисона в последние годы. Как истый джентльмен Билл Кейтон не стал рассказывать, что вытворял Томми Моррисон, но в газетах этого не скрывали. Просто из уважения к бойцу не стану я пересказывать все эти сплетни, но эти события отложили эдакий, знаете, отпечаток на внешности Томми Моррисона. И, тем не менее, и специалисты, и пресса до сих пор считают Томми Моррисона одним из самых грозных тяжеловесов на мировом ринге. Постоянно выше десятки лучших бойцов мира. И сегодня проверка, чего стоит Томми Моррисон и чего стоит Ленекс Льюис. Каждый боксер выбирает музыкальную тему и просто музыкальный шлягер, под которым выходит Норин. Вы слышите предпочтение Томми Моррисона. Томми Моррисона. Томми Моррисона. Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, что вы проникнетесь в эту атмосферу и ожидания большого боя. Субтитры делал DimaTorzok Итак, Майкл Баффер Язвительный Берт Шугар как-то заявил, что голосом Майкла Баффера говорит сам бокс. Майкл Баффер Майкл Баффер 227 фунтов, 45 боев, 39 побед нокаутом, 1 ничья и 2 поражения. Этот Томми Моррисон Томми Моррисон Томми Моррисон сделал себе имя еще и на том, что он побил самого Рейзера Рудека. Помните, Тайсон дважды не смог толком одолеть Рудека? Томми Моррисон. Я думаю, что, наверное, 90% в зале поддерживают этого бойца. Ленокс Льюис, 27 побед, 1 поражение, 0 ничьих. Майкл Баффер Нельзя сказать, что Ленокс Льюис ждет теплый прием. Томми Моррисон Милк Лайн требует чистого боя, без грязи. Действительно, много лет ждали этого столкновения на ринге. Что сможет сделать Томми Моррисон с Льюисом? И что сможет сделать Льюис с Томми Моррисоном? А самое главное, каков Томми Моррисон? Оба тяжеловеса обладают совершенно убийственными ударами с обеих рук. И Ленокс Льюис знает про этот знаменитый левый крюк. Посмотрите, где он держит правое предплечье. Как только Моррисон сближается на дистанцию этого левого крюка, немедленно Льюис ставит предплечье к виску. Вот, видите, этот блок перекрывает путь к кулаку Томми Моррисона. Ленокс Льюис осторожен на первых секундах. Каждый удар, даже по защите, публика встречает рева. Томми фаворит. А мне он, честно говоря, не нравится. Он не похож на того молодого, агрессивного, веселого бойца, таким мы видели его в начале программы. Таким он был несколько лет тому назад. Тяжеловат он стал. И немножко неуклюж. Ленокс Льюис демонстрирует классический бокс с дальней дистанции. Удары левой. Расщупывает, разбивает защиту, дергает противника, вытягивает его на себя. И Томми Моррисон никак не найдет ту дистанцию, с которой он может успешно атаковать. Конец первого раунда. Ничего не случилось. Эммануэль Стюарт. Великий тренер, как многие считают. Очень простая установка. Все та же, которую мы слышим почти в каждом бою. Требуется джеб. Длинный, острый, дальний удар левый. В любой ситуации, когда идешь на противник, когда выходишь. Здесь совсем другая установка. У кого бы комбинацию ты не проводил, ты должен выходить из боя полностью перекрытым. Все знают, что Ленокс Льюис может ударить в ответ. Многие на себе испытали этот прием Ленокса Льюиса. И похоже на то, что Ленокс Льюис разобрался с Томми Моррисоном. Он его вычислил, просчитал. Вот он его тянет на себя. Понимает, что его преимущество. Бой издали. И понимает, что Томми Моррисон уже далеко не тот Томми Моррисон. Он потерял скорость и реакцию. Попускать такие удары с дальней дистанции для бойца такого класса непростительно. Он начинает слишком издалека. Слишком далеко держится от Льюиса. Ну, посмотрите на Льюиса, как он смотрит. Внимательно, не отрывая глаз от Томми Моррисона. Тревожит этими ударами длинными левой руки. Я думаю, что он будет действовать очень просто, потому что он нашел дистанцию. Он будет просто придерживать. Да. Неприятная история для Томми Моррисона. Легкий удар, но очень точный. Причем, обратите внимание, как это произошло. Льюис точно попал в подбородок и не стал его добивать. Он немедленно отошел. Он что-то умный боксер, Глянакс Льюис. Вот эта стрельба с дальней дистанции, вы видите, он постоянно высчитывает, что будет после его атаки левым. Что можно сделать? Очень напряженный второй раунд. Этот нокдаун для профессионального бойца, в общем, ничего не значит. В карьере Томми Моррисона бывали истории похуже. Посмотрите, Ленакс Льюис ударил тем же самым левым боковым, причем попал внутренней стороной перчатки и высоко в голову, и тем не менее Томми Моррисон уселся на пол. Ленакс Льюис бьет этот левый боковой, тоже не хуже, чем Томми Моррисон. Франк Бруно у него вот так вот упал в бою против него, причем, говорят, выигрывал. Точно длинный классический удар из дальней дистанции. И вот тут Томми Моррисон делает ошибку, которую никак нельзя допускать против высокого боксера, а особенно против Ленокса Льюиса. Смотрите, это просто так вот спорадически он пытался атаковать. Он отдает пространство. Слишком далеко стоит от Ленокса Льюис. И тот его бьет на выбор, используя свой большой рост и длинные руки. И комбинации Томми Моррисона не проходят, потому что они видны, ведь ему нужно еще и подойти сначала. Нет неожиданностей. Ленокс Льюис действует левой рукой просто как в тире. Целится и бьет. Те, кто смотрел бои Майка Тайсона, наверное, помнят, как действовал именно Железный Майк в таких ситуациях. Вот Майк никогда не отдавал пространство. Он врывался на среднюю дистанцию, противник уже оторваться не мог. Прома Моррисона делает большие паузы между своими атаками, а контратаковать совсем не может. Прома Моррисона делает большие паузы. Сторонники Томми Моррисона все еще не потеряли надежды, но для специалистов уже ясно. Лишь какая-нибудь нелепая случайность может повернуть в бой в пользу Томми Моррисона. Тренер говорит, что он слишком высоко стоит, нужно подсаживаться, держаться ниже по отношению. Тогда это будет безопаснее. А мне кажется, это абсолютно неверная установка, потому что дело не в том, чтобы требовать от боксера, чтобы он ниже садился. В какой смысл взять низко, если ты находишься от противника все равно далеко. Если заставить его сближаться, перекрываться, подходить к противнику, он и сам ниже опустится. Инстинктивно. Еще одна ошибка. Моррисон упускается очень. Сейчас сокрушительный удар был справа. И Льюис замешкался. Здесь как раз он спокойно перекрылся и вытерпел эту усилию. Да. Нельзя оттягиваться назад от Льюиса. Нельзя от него пятиться. Плохо это кончится. Льюис чувствует себя комфортно на этой дистанции. Вот видите, как только ему не понравилось, что Томми подошел слишком близко, он немедленно его сграбастал и ждал, пока рефери их разнимет. Чтобы боксировать против Льюиса, Томми Моррисону нужно делать в два раза больше, чем он делает сейчас. Чем хотя Моррисону килограмм на 10 легче, Льюиса и пониже, я думаю, что физической мощи он ему не уступает. Снова атака и снова не точная атака от Томми Моррисона. И вот так постепенно начинает проявляться превосходство в классе Ленекса Льюиса. То, что так обожает американская публика, которая ходит на бокс, это храбрость, тяжелый, сильный удар, и атака тут не срабатывает. Очень правильный совет, начиная с туловища, любую атаку, начиная с туловища. Ну посмотрим. Вот это был совет. Атака. Джебом, джебом, немедленно подсаживайся и входи внутрь, то есть на ближнюю дистанцию. Как получится у Томми Моррисона. Вот обратили внимание, Томми Моррисона при атаке справа каждый раз приводит Ленекса Льюиса в смущение. Любой удар, который даже не достигает цели, заставляет Льюиса пятиться, оттягиваться назад, и Томми этот момент упускает. Но с того, чтобы развивать атаку комбинационно, просто наслаивать удар за ударом, серию за серией, он отпускает Льюиса. А в перестрелке с дальней дистанции он явно проигрывает. Тем более, что удары Льюиса очень тяжелые. Да, в принципе, это безобразный трюк со стороны Ленекса Льюиса. Нельзя так делать. Половина пятого раунда. Не похоже, что Томми может что-то сделать. Смотрите, любой даже маленький успех встречается таким одобрительным ревом. Ленекса Льюис, хотя и провел в два раза меньше боев, чем Томми Моррисон на профессиональном ринге, это у него довольно приличный любительский список. Такое впечатление, что он гораздо более зрелый и более умелый, попросту более талантливый боксер, чем Томми Моррисон. Вот, казалось бы, дистанция Томми здесь, вблизи. Он умудряется ждать, что сделает Льюис. Льюис бьет вот такой вот комбинацией. Аперкот правый снизу и левый боковой. Этого достаточно, чтобы на мгновение вырубить противника. Ленекса Льюис начинает бить всерьез, вкладываться в удары. У него колоссальный запас сил. И он внимательно разложил этот запас на все раунды. Да, вот тут очень справедливо, говорит тренер. Мы должны взять его за эти ближайшие один-два раунда, потому что надежды на выигрыш по очкам нет никакой. Даже здесь, вблизи, Ленекс Льюис, длинный, которому, в общем, неудобно задействовать, перерубает Томми Моррисона. И, кстати, использует фирменную комбинацию Майка Тайсона. Этот удар-то был сначала в туловище, правый снизу, отвлек внимание. И той же самой рукой этот апперкот врезался в челюсть Томми Моррисона. Сейчас Ленекс Льюис полный хозяин Моррин. Все видит, все контролирует и ищет путь к нокауту. Видите, он может действовать и комбинациями. И серия очень опасная, все удары тяжелые. И похоже, что правый глаз Томми совершенно закрылся, заплыл. Не видит Томми с этой стороны. Ему, в общем-то, ничего не остается, кроме как идти ва-банк. И вот этот самый левый боковой висок отправляет его на пол. Вообще-то, молодец, Милт Лейн. Никому не нужно это избиение. И вот так, в принципе, заканчивается карьера белой звезды Томми Моррисона. Почему я так решительно утверждаю? Потому что Томми Моррисон спустя какое-то время получил подтверждение, что он болен спидом. Он очень мужественно провел пресс-конференцию, где объявил о своей болезни. И ушел с ринга. Ему запрещено выступать на американском ринге. Правда, не так давно он появился в Японии. Где выиграл у какого-то боксера. Но все это уже мало что значило. Вот такая грустная история. О Томми Моррисоне, который так здорово начинал. Что ж, всего доброго. До новых встреч.